Время свободы В Донбассе продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Углидар. Боевые беспилотники нанесли удар по военному заводу в иранском городе Исфахан. Новым президентом Чехии избран бывший глава военного комитета НАТО Петер Павел. Так же сегодня. Когда говорят, что Гитлер пришел к власти демократическим путем, это миф. Его партия была крупнейшей парламентской партией, но у нее не было никогда. До момента его прихода к власти большинства достаточного для формирования правительства. Ровно 90 лет назад рейхсканцлером Германии был назначен Адольф Гитлер. За последние двое суток российская армия подвергала обстрелам Харьковскую и Херсонскую область более полутора десятков раз. В результате артиллерийского удара по жилым кварталам Херсона погибли не менее трех человек, еще шестеро ранены. Пострадало здание местной клинической больницы. Там ранена медсестра. В Харькове одна женщина погибла при попадании ракеты в жилой дом в центре города. Сообщается также о нескольких пострадавших. Министерство обороны России утверждает, что не менее 14 человек погибли и более 20 были ранены в результате удара ВСУ по гражданской больнице в Новоайдаре в Луганской области. Глава военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай в свою очередь написал в своем телеграм-канале, что удар был нанесен по госпиталю, где лечились российские военнослужащие и что несколько десятков из них были убиты. Данные из независимых источников о том, что в действительности произошло в Новоайдаре, в моем распоряжении нет. В Донбассе продолжаются тяжелейшие бои. Причем, как отмечает пресс-офицер 68-й егерской бригады ВСУ Евгений Назаренко, тактика российских подразделений при наступлении на Бахмут отличается от той, что применяется под Углидаром, где он сам воюет. Ну, если сравнивать с Бахмутом, то там просто кидается волнами вот эти вот маленькие группы по 20-50 человек, и они там, первая группа умирает, вторая идет за ними, так вот они по трупам наступают на Бахмут. У нас совсем этого нет, у нас, я же повторю, здесь регулярная армия, там все по школе, то есть они на бронетехнике спешиваются при поддержке танков, при поддержке авиации, артиллерии. И, ну, скажем так, людей они в значительной большей степени ценят, нежели то, что я вижу у ЧВК Вагнера. Да, у российской армии есть потери, приблизительно за 3-4 дня штурмов они потеряли около 100 человек живой силы, большое количество бронетехники потеряли, точное количество, не знаем, но таким вот штурмом, захидывание трупами на Углидарском направлении, на позициях нашей бригады, на позициях 72-й бригады, ну, мы не наблюдаем. Больше было похоже на наступление летнее, когда они, вот этот огневой вал, когда они крыли просто артиллерии, все безнаказанно, ну, вот сейчас на кадрах разгорит Углидар, это последствия. То есть они вот, массированная атака артиллерии, массированная атака авиации, и вот потом идет пехота. В надежде, что наши подразделения отступили под этим огненным валом, но этого не случилось. На вот это наступление они, видимо, подтянули все свои снаряды, потому что плотности огонь был очень сильный. То есть вот вполне как весной, как летом, и танки были, ну, танки Т-72 у них шли вперед, БМП-2, БМП-3. Авиация, вот при нас, наверное, два часа мы были на позициях, и только за эти два часа пять раз делала заходы российская авиация с выпусканием снарядов по позициям наших подразделений. То есть тут они решили вот уже подтянуть все свои резервы, но не получилось. Самолеты действовали на очень большой высоте. То есть они понимали, что они попадают в зону нашего ПВО, поэтому они действовали на высоте более пяти километров. То есть их визуально было видно, но это было, знаете, как вдалеке такая вот линия рисуется самолетом белая. То есть достать на тот момент, наверное, их было невозможно. Но это, в принципе, влияет и на точность огня. То есть когда самолет летает ниже, он более точно стреляет. Насколько я знаю, я не летчик, конечно, но они не подлетали слишком низко, чтобы не попасть в зону. Но я видел, что ПВО отрабатывала наша, пыталась сбить цели, но результатов, я, к сожалению, не знаю. Это к воздушным силам. Углидар – это господствующая высота. И он реально очень высоко находится. Его видно со всех наших позиций, этот Углидар. Если бы россияне его взяли, это бы создало существенные проблемы украинской армии. Нам бы пришлось перестраивать абсолютно всю свою линию обороны. И вплоть до того, что россияне бы из Углидара контролировали все наши логистические дороги. Вплоть до того, что нам пришлось бы отходить чуть ли не до Курахова. Потому что Углидар реально очень высоко находится. И россияне, получив контроль над ним, просто бы видели все, что происходит на позициях наших войск. Нашему подразделению точно пришлось бы перестраивать полностью линию обороны. Я не скажу, откуда мы отошли, какие населенные пункты. Но на другие позиции, которые нужно было бы заново оборудовать, это точно. Но, конечно же, если бы у нас было больше артиллерии, больше танков, больше тяжелого вооружения, конечно, ситуация намного была бы легче. И тут уже бы не россияне шли бы на Углидар, а мы бы уже шли из Углидара вперед. Поэтому, естественно, что нам нужно больше оружия. В принципе, эти темы все озвучивались. В принципе, критического ничего нет, всего хватает. Есть чем отбиваться, в том числе и западной техникой, и советской техникой, и украинской. Но нужно значительно повысить эти поставки, чтобы мы не могли не сидеть все время в обороне на данный момент, а могли бы уже решать более серьезные задачи. Это был пресс-офицер 68-й егерской бригады ВСУ Евгений Назаренко. Напомню, что он участвует в боях за город Углидар в Донбассе. Военный завод в иранском городе Исфахан в ночь субботы на воскресенье подвергся атаке беспилотников. По сообщению Министерства обороны Ирана, они были сбиты системами ПВО. Пострадавших нет, и крупного ущерба заводу тоже не нанесено. На видеозаписях, сделанных на месте события, видны довольно мощные взрывы. Сразу несколько изданий предположили, что удар был нанесен израильскими беспилотниками, хотя власти Израиля официально это не подтверждают. Бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль, так комментирует этот удар. Израиль проводит совершенно четкую политику туманности, это называется, или амбивалентности по поводу своих действий военных в различных частях Ближнего Востока и мира, будь то операции МОСАДА или операции Вооруженных сил Израиля. Для этого даже придумано уже несколько лет название, которое называется «Война между войнами». Ясно, что различные операции происходят, и мы видим это на примере того, что происходит в Сирии. Израиль никогда не берет на себя ответственности на бомбежки в Сирии, кроме тех редких случаев, когда, скажем, иранские или сирийские силы пытались обычно весьма неэффективно отреагировать, запустить в сторону Израиля какой-то ударный беспилотник или выпустить ракеты, которые уже сбивались или эти установки уничтожались. И тогда Израиль официально реагировал, и было заявление пресс-секретаря армии, Министерства обороны, проходились налеты на ракетные установки, на систему ПВО, сирийские, иранские и так далее. Но это было только в случае ответа на какие-то конкретные действия Ирана или Сирии. А 95% всех операций проводятся без какого-нибудь официального объявления. Это, очевидно, и будет еще раз продолжаться. Для Израиля это удобно, поскольку нет никаких доказательств, что это делает именно Израиль конкретно. Это иногда удобно и для обоих сторон. Кстати, можно сказать, что это часть такой почти негласной договоренности между Израилем и его противниками, теми же иранцами и сирийцами. То, что есть пространство для маневра, тут Израиль официально не заявляет о своих каких-то ударах или действиях своих подразделений или спецслужб в этих странах, позволяет им тоже отделываться общими варагандистскими заявлениями и руганью, но тоже в ответ ничего напрямую не делает. Я не уверен, что Бальджан на таком этапе находится, что они готовы предоставить сейчас свою территорию для таких вот акций прямых ударных против Ирана. Да, хотя вроде поводы у них есть. Мы видели этот теракт против азербайджанского посольства, в результате которого погиб начальник службы безопасности посольства Азербайджана в Тегеране. Я скорее склоняюсь к той версии, что это было сделано, пользуясь базами совместными, например, на территории некоторых арабских стран Персидского залива. Данные неточные, а пользуясь данными открытых источников, говорят о том, в эти источники, что вот тот самый завод, это один из 12 или 14 целей по всему Ирану, атакованных заводов в городе, на окраине города Исфахан, был именно предприятием, на котором сочетлялась производство и сборка беспилотников шахфеды 131 и 136. А это именно те беспилотники, как я понимаю, которые поставлялись либо целиком уже готовые к работе, либо в полусобранном виде, в виде китов, для сборки, и поставлялись в Россию. Это да. Но еще раз, мы не знаем, насколько там большие разрушения. Ясно, что с использованием каждого тех же беспилотников, по этим целям вряд ли речь идет о каком-то полном уничтожении во многих из этих случаев, особенно когда речь идет о цехах, где осуществляется, например, сборка и производство. Зачастую это может выглядеть очень внушительно, там обвалилась крыша у цеха. Как показал опыт, тем не менее, зачастую большинство оборудования, станки остаются невредимыми, может быть, повреждена часть гостовой продукции или уничтожена. И целеустремленное государство и менеджеры могут за буквально за считанные недели зачастую восстановить такой цех. Взрывы на иранском военном заводе в Исфахане комментировал израильский эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль. В Чешской республике президент не имеет особых исполнительных полномочий, однако избрание главой государства бывшего главы военного комитета НАТО Петра Павла, известного своей поддержкой Украины и приверженностью либеральным ценностям, оказалось очень важным политическим событием в Европе. Во втором туре выборов Петер Павел победил политика-популиста, миллиардера Андрея Бабиша, который еще недавно возглавлял чешское правительство. О том, что обеспечило эту победу, моя коллега Александра Вагнер спросила чешского политического аналитика он же СОУ Купа. Петер Павел, в общем-то, первый кандидат, который опирался на такой городской праволиберальный электорат. И, наконец-то, он победил, потому что раньше это всегда как раз вот эти такие, скажем, популистические представители побеждали. Так что он действительно сумел не только своими взглядами, которые дают действительно, с которыми такими liberальными, правыми человеками, а вот этот этус, скажем, гавиловский, но он благодаря своему военному backgroundу, тому, как он выступает как очень такой спокойный, уверенный в себе человек, он сумел перетянуть и часть голосов людей, которые, я думаю, раньше голосовали за Милоша Зимана Дом. И, наоборот, бывшему премьеру Андрею Бабичу не вышла ставка на, скажем, негативную кампанию, на запугывание войной и так далее. А почему вот изменились взгляды избирателей? Связано ли это с войной или с какими-то другими факторами? Мне кажется, что, безусловно, война сыграла роль. Вот пиар-стратегисты Андрея Бабича как раз думали, что это будет слабое место Петра Павла, потому что они запустили перед вторым туром выборов вот эту кампанию. Вот он же военный, он нас втянет в войну. Там, если ты голосуешь, готовься к мобилизации и так далее. Но это не сработало, потому что на самом деле люди понимают, что действительно времена сложные и, в общем-то, лучше, если во главе государства будет стоять человек, который хотя бы понимает, что такое война, что такое армия, и может адекватно оценивать риски. Что изменится в политике чешской после того, как на пост президента придет Петр Павел? Вообще пост чешского президента, он не то, чтобы совсем, как бы, типа британская королева, но его реальных исполнительных полномочий относительно немного. Но уже так исторически сложилось, что президент, он задает, скажем, атмосферу, может быть, в политической жизни. И в этом смысле, я думаю, что он действительно будет таким успокаивающим фактором, который, тем не менее, будет продвигать какую-то свою политику, свое видение будущего. Не могу не спросить о сопернике Петра Павла, поскольку, по крайней мере, на протяжении кампании, которая была накануне выборов, говорилось о том, что, например, Петр Павел объединяет общество, а Андрей Бабиш разъединяет общество. Насколько вообще этот фактор, во-первых, сыграл, а во-вторых, почему, по вашему мнению, Андрей Бабиш проиграл, хотя он довольно популярный политик, например, в чешской провинции, и особенно на востоке страны, где у него предприятие находится его, и где у него, в общем, довольно был сильный электорат. И там, кстати, Петр Павел выиграл с таким очень-очень небольшим перевесом, то есть там было практически 50 на 50. Андрей Бабиш просто политик такого типа, как итальянский Сильвео Беррусконе, может быть, даже как венгерский Виктор Урбан, то есть человек, у которого лояльное какое-то ядро избирателей где-то в районе 30%. Но его проблема в том, что это ядро, оно довольно изолировано, и потенциал получить другие голоса у него ограничены, и, собственно, уже с осенью прошло в угодно. В СОЦПРО си поканзывали, что если он выйдет во второй тур, то он проиграл под чешский любому кандидату от от этого словно-либералного лагеря. Ну и, собственно, так и получилось. То есть он мог получить голоса только тех избирателей, которые раньше голосовали за кандидатов коммунистов или, наоборот, правых националистов. А Петер Павел мог получить и получил те голоса, которые были отданы за других либеральных кандидатов, собственно, отсюда и разница в результате. Победу на выборах президента Чехии бывшего главы военного комитета НАТО Петра Павла комментировал чешский политический аналитик Онджей Соукуб. Вопросы ему задавала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что в телефонном разговоре с ним, состоявшемся в феврале 2022 года, Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Об этом Джонсон рассказал в интервью BBC, снявший фильм о попытках мировых лидеров убедить Путина не начинать войну в Украине. Вот этот фрагмент. Он сказал, Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время? Он сказал это по-английски. Что значит «в ближайшее время»? Я сказал, ну, она не собирается вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, в какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал, Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту. Или что-то в этом духе. Беззаботно сказал. Я думаю, что, судя по его, Путина, очень спокойного тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто посмеивался над моими попытками склонить его к переговорам. Это был бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Джонсон бессознательно или сознательно ложно интерпретирует смысл слов Путина, сказанных в том разговоре. Это или сознательная ложь. Это, наверное, нужно спросить у господа Бронсона, с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента. Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора. И еще раз официально повторяю, это ложь. Никаких угроз Ракеме не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Понял ли правильно Путина Борис Джонсон или нет, но все помнят заявление российского лидера о том, что все сдохнут, а мы отправимся в рай или мне не нужен мир, если в нем нет России. Не говоря уже о воинственно-вульгарных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, в которых он часто касается возможности начала ядерной войны. Вот что думает по этому поводу Леон Арон, директор Центра российских исследований Американского института предпринимательства. Вот фрагмент его интервью «Голосу Америки». Трудно было себе это представить, скажем, несколько лет назад, но российское руководство даже при несколько сумасшедшем крущуре, как мне кажется, было более рациональным, чем руководство Кремля сейчас. Потому что вот из заявлений, из риторий, которую, кстати, никогда себе вот такую вульгарность не позволял ни один советский лидер, включая Сталин, а вот эти сравнения с сатанизмом. Понимаете, это война сейчас, по крайней мере, с точки зрения того, что мы видим, выходящих из черного ящика Кремля, а может быть, это уже в головах. А эта война практически стала религиозной. Это религиозная война. А в религиозной войне все возможно. И тогда мы вспоминаем, конечно, знаменитые эти слова Путина, о том, что мы попадем в рай, а в случае лидерной войны, а вот они сдохнут и даже не успеют сказать ничего. И второе, это имение о том, зачем мне мир, если штаб не будет России. То есть, понимаете, конечно, может быть, это какая-то риторика, может быть, это пропагандисты, но вы знаете, вот смотришь, например, на молебет, который Путин отслужил в свое время, в храме святого, которого он назначил покровителем российских стратегических сил, и начинаешь думать, а может быть, действительно, такие настроения сейчас в Кремле? И вот как раз это страшно. Но то, что сейчас в головах российских лидеров, главного разу, естественно, одного, никогда не думал, что я так скажу, но, к сожалению, нет политбюро, то действительно вот от этого становится страшно. Знаете, есть последняя шутка из Москвы, что Зелинский прошел путь от комика до президента, а Медведев наоборот. И даже прокремлевский, или даже я бы сказал наоборот, именно прокремлевский, у раб-патриоты относятся к Медведеву с большим скептицизмом. Он ведь сейчас как бы раскаивается. И за тот период, когда он был президентом, и Собану, и Собану встречался, и разные, подписывал документы о контроле над вооружениями. И вообще, помните, свобода лучше, чем не свобода. Вот он сейчас все это пытается забрать назад. Вы понимаете, в принципе, он прав. То есть в том смысле, что может ли проиграть войну ядерные державы без того, чтобы не начать, то есть перейти от обычных средств вооружения к ядерной войне. Это большой вопрос. Мне кажется, что вот, несмотря на все эти фантастические заявления, конечно же, никто в Россию как таковую вторгаться не будет. То есть проигрыш войны будет происходить, но, естественно, в Украине. Сможет ли это... Вот проигрыш такой войны, несмотря на что, она же все-таки не угрожает. Это не вторая веровая война, это не Великая Отечественная война, когда немцы видели Кремль, да? Это война на периферии России. И я думаю, что все-таки возобладают какие-то здравые суждения, и действительно начать ядерную войну из-за того, что, скажем, проиграют Донбасс или Крым. Хочется верить, что в Кремле на это не пойдут. Это был директор Центра российских исследований Американского института предпринимательства Леон Арон. Ну и не лишнее вспомнить в этом контексте, что сегодня исполнилось ровно 90 лет со дня назначения рейхсканцлером Германии лидера НСДАП Адольфа Гитлера, чей приход к власти привел к совершенно катастрофическим последствиям. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Ярослав, ну о приходе Гитлера к власти, о последствиях этого события можно говорить бесконечно. И все-таки, ну, как мне кажется, главный вопрос, было ли все это неизбежно? Или в условиях экономического и политического кризиса демократия просто не может противостоять, если на сцене появляется авторитарная, мощная и иерархичная структура? Ну, я придерживаюсь того мнения, что ничего неизбежного, вот на 100% предопределенного в истории нет. Она состоит вся из развилок, и всегда, возможно, какая-то альтернатива. Ну, что касается вот ситуации в Веймарской республике, то есть в Германии, еще демократической, накануне прихода Гитлера к власти, этой ситуацией для нее был характерен острый внутренний кризис, так, года с 1930-го, начиная, когда очень пожилой, очень консервативный, но в то же время очень популярный рейхс-президент, фельдмаршал фон Гинденбург, воспользовался несовершенством республиканской конституции и стал держать у власти свои правительства, в том смысле, что он имел право по конституции назначать рейхс-канцлера, даже если у того не было парламентского большинства, так сказать, за спиной. И вот таких правительств было несколько до конца 1932-го года, а в парламенте шла непрерывная борьба между правыми и левыми, и постепенно съедался политический центр, то есть усиливались с одной стороны нацисты, которые летом 1932-го года получили более 37% голосов на выборах и стали крупнейшей парламентской партией. Но крупнейшей, это значит, что у них была треть мест, 230 из 608. То есть это важно понимать, когда говорят, что Гитлер пришел к власти демократическим путем, это миф. Его партия была крупнейшей парламентской партией, но у нее не было никогда до момента его прихода к власти большинства достаточного для формирования правительства. Если отвечать на ваш вопрос, у демократии, конечно, есть большие проблемы в том, что она всегда должна быть основана на компромиссе. И вот компромисса антинацистским силам не хватило, потому что, в частности, коммунисты не хотели создать единый левый блок с социал-демократами, а по итогам тех самых выборов у этих двух партий вместе было больше депутатских мест, чем у нацистов. Их все равно не хватало для парламентского большинства, но там можно было договариваться с другими либеральными, центристскими силами. Варианты были. Но Коминтерн, Москва, которой коммунистическая партия Германии подчинялась, в общем-то, добровольно и охотно, называла социал-демократов социал-фашистами и запрещала коммунистам с ними сотрудничать на парламентском уровне. То есть коммунисты допустили фатальную ошибку, они раскачивали хрупкую лодку этой германской демократии точно так же, как нацисты. Одни справа, другие слева. Ну а дальше случилось стечение обстоятельств, благодаря которым Гитлер пришел к власти. Интрига, затеянная двумя бывшими канцлерами и рейхспрезидентом, престарелым Гинденбургом, который счел, заменьшее зло, назначение Гитлера главой правительства. При том, что ему как бы вот эти два человека, одного звали Франц фон Паппин, другого Квуд фон Шляйхер, оба они короткое время были тоже канцлерами в 1932 году, они гарантировали, что Гитлера будут держать, так сказать, в узде. И в правительстве у него не будет большинства мест, и в общем это будет такой как бы клоун на веревочке, марионетка. Ну Гитлер показал, какой марионеткой он является. Он их, грубо говоря, съел в течение нескольких месяцев. И что обеспечило вот такой успех именно Гитлеру? Тут уже мы ведем речь о личности Гитлера, о его способностях, таланте, политике. Да, его сильно недооценили вот эти традиционные политики, вот эти аристократы во главе с Гинденбургом, который относился к нему с большим презрением долгое время. Вся эта надменная прусская, германская верхушка, она считала его выскочкой, плебеем, человеком, который там ораторствует на митингах, но который им не ровня. И они недооценили, что в 20 веке политика стала другой, политика стала массовой, и тот, кто ведет за собой массы, тот, кто их способен очаровать и продать им себя и повести их за собой, тот и выигрывает. Они считали, что по-прежнему можно договориться и разделить власть, так сказать, в рамках, в формате кабинетных сделок. Они глубоко просчитались, а Гитлер, как публичный политик, он, конечно, был их на много голов выше, при том, что это был, безусловно, злой гений, но это был, по-своему, политический гений. Поэтому в течение пары месяцев после назначения его рейхсканцлером он сумел добиться того, что его правительство получило чрезвычайное полномочие, был устроен этот сомнительный инцидент в начале 1933 года с пожаром Рейхстага, который удалось свалить на коммунистов и благодаря этому разгромить очень быстро в начале коммунистическую партию, потом социал-демократов, и в общем к концу весны 1933 года в результате вот этих всех шагов и развернутой кампании репрессий Гитлер подмял под себя всю политическую систему и фактически демонтировал Веймарскую республику. Приход к власти в Германии ровно 90 лет назад лидера НСДАП Адольфа Гитлера мы обсуждали с историком и политологом, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым. Вы слушали информационный дайджест «Премя свободы». Его тему представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте Радио Свобода, вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова